Технику, что буду показывать, я применял тогда, когда уже немного мог ставить себе поясницу, но была большая проблема. Очень закованная поясница, очень закованные бедра, ну, как бы руки, надплечья, то есть все тело. Вот я вроде бы ставлю позвонок. Эта же забитость, тебе же позвонок и сворачивает. Поэтому, если вы движетесь сами, или если вы занимаетесь спортом, и у вас это состояние, в принципе, в хронику впадает, вот они вроде бы могут себя растянуть, но мускулатура вообще, вот она должна быть мягкая, видно, насколько сминается. А там спортсмен приходит, он вот. И ситуация скатывается, то есть мы тоже самое, спортсмену ставим позвонок, из-за дубовых мышц он у него выскакивает обратно. Никакой фиксации. Сама техника состоит из вас в удобной одежде, в широкой пространство, какой-то подставки, можно использовать все, что угодно. Вот здесь есть специальная тумбочка. И позы, то есть показываю на примере бедра. Любой сустав, но это больше всего актуально для ног, на них легче всего учиться, и на бедрах больше всего работы. То есть любой сустав нужно вывести в положение, когда противоположные большие мышечные группы находятся в равновесии. То есть всем остальным телом вы подбираете позицию. Это примерно вот такой угол. Вес вы выводите на противоположную ногу, эту стараетесь полностью расслабить, но стопа стоит. Проверили себя. Дальше. Руки, рабочие поверхности рук. То есть вот так вот согнутая кисть вот здесь. Немного можно вот этими, немного можно вот этими. В принципе можно вот этими, но это уже для поясницы. И вот эти вот поверхности. Вот, хорошо. Для бедра можно вообще начинать вот с этих. Теперь, значит, нужно для этого все-таки посмотреть анатомию, где идет бедро, где идет бедренная кость. Удары нужно наносить либо над, то есть если кость условно идет посередине, либо над ней, либо под ней. Так, чтобы натянутая мышца, она вот так колыхалась, как гитарная струна. То есть она имеет две точки фиксации. Вот здесь вот она натянута у вас. Ну, так же, как у меня немного тоже. Вы должны не прибивать ее к кости, как это вначале получается, а под углом, чтобы проекция удара шла мимо кости и мышца могла колыхаться. То есть со стороны не очень видно, но я бью не вот этим, а вот этим местом и чуть-чуть вниз. И в итоге получается так, как я сказал. Вот примерно так это выглядит. После того, как вы научились целиться, вы начинаете работать двумя руками. Учитесь сначала медленно, потом быстро. То есть в идеале удары очень легкие, и по принципу резонанса мышца увеличивает амплитуду своего раскачивания, хотя удары очень легкие. Ну, то есть как на качелях вы ее раскачиваете туда-сюда, туда-сюда. Но она натянута сильная, частота высокая. Если мышца забита сильно, то и бить приходится достаточно сильно. Нужно чувствовать легкое такое разогревающее воздействие. Вот у меня сейчас мышца не особо забита, поэтому я бью ее легко. Хотя вначале я начинал просто вот так вот, чтобы хоть что-то почувствовать. Ну вот даже сейчас я бил по нижней группе, но уже верхняя разогревается, идет приток крови. Что вы достигаете? Вы достигаете микро-растяжения мышцы в большом количестве и по чуть-чуть. То есть так же, как массажист, разминающими движениями много-много раз ее разминают, а по сути растягивают для волокон мышцы, это растяжение. Так и вы за счет вот этого гитарно-струнного колебания, вы ее тоже потихонечку растягиваете и расшевеливаете. С этого вы получаете приток крови, ну, мускулатура, конечно, но ваши же мышцы. Получаете приток крови, нормализацию мышечного тонуса, уменьшение спазма, рост чувствительности. Если у мышцы было два состояния, выключено и забито сразу на 100%, то у нее появляется более тонкая регулировка. То есть нервно-мышечный аппарат вы расшевеливаете. Нужно все делать симметрично. То есть поделал я бедро, должен делать второе бедро. Так как удары очень легкие, у вас ничего, в общем-то, не напрягается. Даже руки я не напрягаю. Работаю вот локтевыми. Так, нижние отбили. Ну, верхнюю по-разному. Ну, вот этими можно. Ну, или вот так. Ну, в общем, приспособитесь. И аналогично верхнюю группу вот этой. Когда вы научились, идет характерное такое легкое пощипывание. Ну, похожий эффект идет в бане, когда вы пришли в парилку, и у вас начинает все тело как-то раскрываться, дышать. То же самое после хорошего разогрева. То есть в хорошем настроении, вроде бы как легонько пробежались, и мышцы начинают просить еще нагрузки, мол, давай расщевелись же, начинай. Вот здесь то же самое. Почему не мять, а именно бить? Потому что, если она действительно в спазме, она плотности может быть деревянной. Причем я не шучу. И вы, наминая, вы кожу себе намнете до синяков, а мускулатура ничего толком не получит. Плюс вы перегрузите там пальцы, руки, там что угодно. И тут именно за счет резонанса. То есть вы подбираете частоту. Вот вы подобрали частоту, и это самая забитая мышца, через 5 минут уже мягкая и рабочая. Частоту не подобрали, ну тогда это обычный массаж. К вибрации вообще никакого отношения не имеет. Ну ладно. На бедрах, допустим, научились, на икре чуть сложнее, потому что приходится наклоняться. Принцип тот же самый. Здесь кости наверху, вся мышца здесь. На счет икры предупреждаю, не бейте сильно. Она не должна раскачиваться аж до самых пределов. Она почти-почти дошла до предела и идет противоположный удар. Почти-почти дошла до предела и противоположный удар. То есть, хотел бы я раскачать, я бы вот так вот бью. Это больно. Это реально больно. Так не надо. Я увеличиваю частоту. И тут, кстати, меняю стойку. Вот. Нарушаю правила. Бью в сторону кости. Хотя, по идее, должен был вот так. Ну, по состоянию разберетесь. Не строго. Ух, бодрит. Минуту сделал. Как будто уже 10 минут пробегал. Вот с точки зрения дыхалки и ног, я бы уже куда-нибудь побежал. Но если я начал ноги, то нужно и поясницу. И даже живот. Вообще, на животе даже проще. Нужно встать ровно. Живот повтянуть. И так барабаните. То есть, один за одним. Ударяете, идет волна. Ударяете, идет волна. Подбираете частоту, чтобы это было приятно. Низ живота тоже не обходите. Делайте весь. Если у вас не получается высокой частоты, значит, вы заковали плечи или увели плечи вперед. Останку держим. Движения легкие. Лучше минуту дольше поделать, чем устать. Вообще, самая проблема была с поясницей. То есть, поясницу я отбивал со слезами на глазах. Потому что, если не отбивал, было еще хуже. Но, все-таки, давайте без насилия. Вот основные разгибатели. Будете бить прямо в спину. Будет больно. Бьете немного под углом. Или вообще стараетесь вот так. Ну, в общем, на ощущениях. Мне даже не объяснить. Можно чуть-чуть поднаклониться. Так удобнее. Ну, вот именно по спине интенсивность, как массажист-профессионал делает в принципе поколачивание. Вы делаете точно так же. То есть, на разгибателях вот этот вот резонанс-раскачка получается, ну, слабовато. Из особенностей анатомии. Дальше. Ну, я делал. То есть, с ног поднимался. Поясницу, живот делал, конечно, дольше. Сейчас уже не буду столько долго. И аналогично грудные. Ну, соответственно, мужчины могут делать. Женщинам не стоит. Женщинам лучше разминать. Потом как-нибудь покажу. Вот она грудная мускулатура. Также ее со всех сторон отбивайте. Спокойно можно заходить до трапеции. В общем, обработать можно грудную, трапецию, дельту. Если у вас проблемы с шеей или с грудью, то руки нужно делать так же, как ноги. Ну, тут кость, бисепс-трицепс. Мимо кости все, как я объяснял, на бедре. Так. Так. Симметрию соблюдаем. Ну, предплечье особо смысла нет бить, потому что костей много, мышц мало. Их можно просто выжать, как я показывал в видео сгона отека. Да, кстати. Перед началом можно этого не делать, но после того, как вы сделали, отек надо гнать со всего тела обязательно. То есть полностью выжимаете, хотя бы по два, лучше по четыре раза. Продавливать не жалеете. Ту кровь, что вы пригнали, привлекли мускулатуру, ее нужно выгнать, чтобы притекла свежая. Еще больше, еще свежее. Ну, не буду показывать полную технику. Посмотрите ход лимфы, приемные лимфоузлы, середина паха, середина ягодичной складки и подмышки. То есть все тело по направлению к этим приемным точкам, ну, какая, соответственно, ближе, все тело и выжимаете. Хорошо сейчас повисеть, хорошо вот после такого состояния делать базовый комплекс. Если вы на тренировке, значит вы идете, начинаете разминку и потом уже непосредственно на ту тренировку, ради которой вы пришли.